Здравствуйте, друзья! Видите ли вы меня? Мы начинаем наш обновлённый курс французский через новости совместно с Ранкотекой и Библиотекой иностранной литературы. Я вижу, что вы меня видите, всё здорово, и я могу читать всё, что вы мне пишете. Представляете, сейчас буду, в общем, говорить с вами. Представляюсь, пока ждём остальных. Меня зовут Ли Юлия, я преподаватель французского языка, я работаю обычно в школе французского языка в Москве. Сейчас я уже живу некоторое время во Франции и надеюсь, скоро время не вернутся. Этот цикл мы сделали для того, чтобы я могла поделиться с вами актуальными какими-то новостями. Изначально мы делали это в контексте коронавируса в основном. Сейчас я смотрю, что уже появляются другие новости интересные. Сегодня я выбрала лексику про... Это экономическая такая терминология, там банк центральный, валюта, европейская вот эта... Единое валютное пространство. То есть, мне кажется, это будет интересно. Все урочки у нас сделаны таким образом, что можно найти для себя что-то полезное от уровня А1+, до Б1+. Может быть, даже на уровне Б2. То есть, каждый выбирает себе тот аспект, над которым стоит поработать. Это может быть чтение, это может быть лексика, грамматика и какие-то мои ещё комментарии. Я их даю постоянно. Сегодня, кстати, у нас их сколько? 34 целых. Если вы у нас впервые, напишите, пожалуйста, впервые вы у нас или нет. Слышно и видно. Здравствуйте. Ну, это здорово. Нас и слышно и видно. И я не торможу, что тоже не может не радовать. Напишите, пожалуйста, кто в первый раз. А другие напишите тоже интересно, сколько вы посмотрели новостей. Пока вот мы ждём всех остальных, потому что я слышала, что некоторые не хотят смотреть прямой эфир, поскольку всё тормозило. Теперь у нас ничего не тормозит. Можно смотреть в прямом эфире, и ничего нас не смущает. Так что я думаю, что будет побольше людей. Уже вчера было достаточно много людей. По-моему, не буду сейчас сочинять, но вот было много достаточно людей. Вот, вижу Татьяну Бужух. Сколько посмотрели новостей, очень интересно. И у нас там постоянно повторялось, мне кажется, каждая новая новость была всё понятнее и понятнее, как мне казалось. За некоторым исключением, когда появлялось что-то совсем, совсем такое необычное. И сейчас у нас будет совсем другая новость. И про коронавирус мы сегодня не будем говорить. Да. Валя. Статью. Всё посмотрели, Стэлла? Хорошо. Статью мы вам должны были выслать, если вы зарегистрировались. Регистрироваться вообще очень полезно. Мы вам всё высылаем. Вы самые первые в курсе всего. Вот, так что проходите по ссылочке, которая указывает франкотека. И там всё есть. И, кстати, подписывайтесь на страницу франкотеки, потому что там всегда всё, они быстрее, чем мы работаем. Вот. Они прям всё-всё быстро отправляют. И вообще, то есть вы будете самые передовые с ними. Супер. Супер-супер. Анастасия, спасибо вам большое. Ирина, тоже спасибо. Бонжур. Третий урок смотрит Екатерина. Так, и дакор. Двенадцать посмотрела Мария, а Ольга посмотрела пятнадцать. Пятнадцатая сейчас у нас, да, идёт с вами. А, с праздником всех, с праздником труда. И мы проводим его. Как и подобает проводить праздник труда в труде, в приятном, изучая французский или вещая что-то о французском. Супер. Итак, вы сегодня, Тоня, какая радость, Тоня поняла всё обращение Макрона к нации. Ну, что может быть лучше? Потому что здорово. Здорово, Двинтий, четырнадцать с четырнадцати, Мария, пятнадцать. Браво. Ну, вот вообще вы просто супер. Но, в принципе, можно позавидовать тем, кто не посмотрел, потому что много всего интересного впереди. Ещё раз говорю, рекомендую вам смотреть от начала до конца. Сегодня, в принципе, второй раз уже не слишком критично, что вы не скачали статью, правильно же? Потому что вы всё, что я вижу, будете также видеть. Я на это надеюсь. Первая статья, как я буду работать. Спасибо, Алёна. Я буду как работать? Я буду читать сначала статью. Если у вас уровень от А2 плюс и Б1, вы просто слушайте, не смотрите в текст. Ваша задача сконцентрироваться на том, как вы понимаете этот текст, не работав ещё с ним, не поработав. Если у вас уровень меньше, чтобы стресса не было, вы смотрите в текст так же, чтобы уже какая-то у вас опора визуальная была. Это тоже будет полезно. Потом я буду разбирать с вами лексику, переведу всё, прям статью слово-слово. И предпоследний этап — это когда я буду вам различные моменты какие-то рассказывать, грамматические или употребительные, например. Это очень полезно и интересно. И я вам рекомендую всегда делать какие-то пометки самостоятельные, потом искать свои примеры или придумывать примеры, чтобы это всё лучше усвоилось. В самом конце я читаю эту статью ещё раз и рекомендую всегда не смотреть уже в статью вообще никак, чтобы со слуха воспринимать. Я стараюсь читать не очень быстро, не очень медленно, более-менее так вот, чтобы натуральный такой ритм был естественный. А вы уже потом мне пишете через дробь, что какая вообще, какой результат, какая прогрессия у вас через дробь. То есть я поднимал 20%, потом 10%. Никто не волнуется, если вдруг у вас много непонятной информации. Вся вот эта вот лексика, весь этот материал, он не адаптирован. Вот мы сейчас как раз-таки в процессе с вами адаптации находимся. То есть неадаптированные статьи читать на французском и на каком-либо другом иностранном языке всегда сложно. Люди даже когда, в принципе, долго уже изучают язык, этого не могут иногда делать, не понимают, о чём написано. Вот мы все с вами эти конструкции пересматриваем. Это красивый язык, в принципе, тут хорошо пишут. Не будьте себе слишком строги, если у вас уровень А1, если вы 20% статьи поняли, потом ещё можете над чтением поработать, над акцентом поработать. И вот 20% усвоили, это ваш уровень пока, вы должны быть довольны собой. Если у вас уровень А2, на уровне 40% вы добились, понятно вам и грамматика, и лексика, и читать вы можете. Это уже очень хорошо, и так далее, то есть зависимости от вашего уровня. Но, 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 мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, я думаю, что надо начать. Итак, мы будем. On y va. Si la langue française ajoute la marque du pluriel aux euros, les billets n'emportent en revanche aucune trace. Il est tellement courant de parler des euros, quelques-uns ou plusieurs milliers selon les situations, que l'on a tendance à oublier que le nom de la monnaie européenne s'écrit en réalité euro. C'est la langue française qui ajoute en S lorsque ce terme est utilisé au pluriel. Jusqu'à là, rien de particulièrement insolite. Oui, mais voilà ! Avez-vous déjà pris le temps d'observer les pièces et les billets dans votre portefeuille ? À y regarder de plus près, vous constaterez que derrière la valeur inscrite en chiffres, l'unité euro ne prend pas de S. Ainsi, les coupures indiquent 5 euros, 10 euros, 20 euros et ainsi de suite. Il en va de même avec les pièces de 2 euros, pourtant, au temps du franc, pièces et billets portaient bel et bien la marque du pluriel. Une seconde. Un besoin d'uniformité. Cette petite bizarrerie vient en réalité d'un souci de traduction. C'est n'autre que la Banque de France qui s'en explique dans un fascicule publié en 2002 et destiné à répondre à toutes les interrogations liées au passage à la monnaie unique dans l'Union européenne. Sur les billets et les pièces, le nom euro est invariable parce que ces modes de paiement doivent circuler sur tous les territoires des 12 pays de l'Union monétaire. Aujourd'hui, on compte 19 États dans lesquels les règles du pluriel diffèrent. Outre cette nécessité d'uniformité qui a également conduit à adopter le mode invariable sur les piécettes rouges estampillées 2 euros, 100 et 5 euros, 100, un second problème de traduction est survenu en la matière. C'est en effet le mot 100, le nom officiel de la subdivision de l'euro, qui a posé des difficultés aux autorités françaises. Comme préconisé par la Commission générale de terminologie et le Conseil national de la communication, pour éviter des homonymies gênantes pour la compréhension et donc l'usage comme de la monnaie, le terme «centime» doit être utilisé en France, précise la Banque de France. Pensez-y la prochaine fois que vous reporterez le montant de votre achat en toute lettre sur un chèque. Et bon, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous aimez l'article? Скажите, пожалуйста, понравилась-li вам статья? Et en principe, пока все. Как vous avec nez вообще? Для меня она слишком большая. Вчера была поменьше статья, мне было легче читать. А тут я уже такая приутомилась в конце. Voilà, jolie vos réponses, un peu en votre temps. Voilà, пишите. Много ли незнакомых слов? Я думаю, что, в принципе, она должна быть... Ну, достаточно понятна все равно. Не так, чтобы прям страшно-страшно-страшно. Скажите, пожалуйста, кстати, да, напишите, какие у вас уровни. То есть это очень интересно. А один, если вот кто-то не знает, А один — это уровень, вот человек, который учит от года, ой, от месяца до нескольких месяцев, и уже может, например, в принципе, базовую грамматику уже выучили. Артикли, времена, по секунду, по фе тоже выучили и так далее. То есть уже какие-то легкие фразы и предложения изъясняться там в магазине и так далее можно. Это А один. А один плюс, когда уже достаточно свободно и чуть побольше, можно сказать. А два, лексика уже более идет вообще широкая, и грамматика там уже и местоимея немного, прямые, косвенные дополнения. И вот B1 дальше и дальше и дальше, думаю. Вара, B1, B1, супер. B2. B2 вряд ли за три месяца можно выучить B2 за три месяца. Пока жду ваших ответов. B2 — это человек, как 17-летний ребенок, в принципе, должен разговаривать. Своей страны 17-летний ребенок. Почему? Потому что B2 сдает экзамен для того, чтобы поступить в университет. И в университете человек должен уже работы писать, делать доклады. Причем там еще много формальностей. Это не просто лексика на разные темы. На какие темы может общаться 17-летний человек, уже школу закончивший фактически. Это значит, он может какие-то небольшие документы заполнить. Ведь он знает, ты можешь в каких-то легких таких выражениях о политике поговорить, об экологии, о праве и так далее. Ну и, разумеется, что-то обычное. Это не одежда, погода и так далее. Это уже человек, который читал, он читал, учил биологию, он учил физику немножко, тоже это все знает. Смотрите, ну, в принципе, если у всех, у кого уровень больше А2, то это всем будет комфортно. И вот, он и да. Le billet an euro. Le billet an euro. Это купюра евровая. У нас это вообще как прилагательная. Евровая купюра, банкнота даже. Ensuite, le pluriel. Le pluriel. Это у нас множественное число. Ensuite, être invariable. Быть неизменяемым. То есть, не меняться в числе в данном случае. Le mode de paiement. Le mode de paiement. Это способ оплаты. Ensuite, circuler. Circuler. И циркулировать, а мы еще говорим, как бы вращаться на каком-то пространстве. То есть, монету, вот эту вот валюту используют, чтобы она свободно ходила, можно так сказать. Дальше. Dans l'ensemble. Во всей совокупности. Там был у нас в целом советском, не советском, а европейском союзе. То есть, на этой территории. Dans l'ensemble. Ensuite, l'union monétaire. Единое вот это экономическое пространство, где валюта одна у нас употребляется. Ensuite, быть в обращении. Super Maria. Спасибо. La monnaie. La monnaie. Это валюта. Les pièces. У слова pièces есть очень-очень много значений, а в данном случае это как монетки. Даже moneta, потому что у нас будет еще потом. Piesette. Это уже монетка маленькая. Дальше. La valeur. Ценность. Какая ценность у этой монеты, например? Les coupures. Купюры. Le franc. Это денежная монета франк. Денежная единица франк. Раньше во Франции была до евро. Le passage à la monnaie unique. Переход к единой вот этой вот валюте. Une pièce. Это монетка. Le centime. Это цент. L'uniformité. Это единообразие. Вот одна форма когда. Стремление к одной форме. Супер. Merci beaucoup. Теперь повторяем. Хорошо открываем рот. И артикулируем. И смотрим, чтобы звук был свободный максимально. On y va. Le billet, 1 евро. Le billet, 1 евро. Le pluriel. Le pluriel. Le mode de paiement. Le mode de paiement. Cirкули. Cirкули. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. L'union monétaire. L'union monétaire. L'union monétaire. Les coupures. Здесь очень интересно. Coup глубокое U, а U на поверхности. Получается, надо звук сначала сделать заднее, а потом переднее. Это сложно достаточно. Чтобы U было U, а U было U, потому что иногда получается два звука средних и похожих в итоге. Les coupures. Le franc. Le passage à la monnaie unique. Женщик. Женщик. Le passage à la monnaie unique. Une piécette. Une piécette. Le centime. L'uniformité. L'uniformité. Voilà. И bon, теперь я перехожу к статье и перевожу её. Перевожу, и вы слушаете, и потом задаете вопрос. Если что-то непонятное, формулирую я. Могу неудачно сформулировать, так что вы прямо спрашивайте, если не поняли мою формулировку. Знали ли вы это? Банкноты евровые не имеют множественного числа. Argent. Деньги. Имя, название евро не меняется, чтобы этот способ оплаты смог бы быть в обращении на всей территории вот этого экономического валютного пространства, союза. Если бы французский язык добавляет отметку множественного числа к евро, билеты, банкноты, пардон, не имеют зато никакого следа этого. То есть, когда мы говорим, мы добавляем, но на купюрах никакого множественного числа нет. А воортрас — это иметь след. Настолько часто мы привыкли говорить евро несколько или несколько тысяч в зависимости от ситуации, что мы имеем тенденцию забывать, что название валюты европейской пишется, а реалите на самом деле евро без эс. Это французский язык, который добавляет туда эс, когда этот термин используется во множественном числе. До этого момента, пока объяснение идёт, нет ничего особенно необычного. «Инсулит» — это необычное «очень-очень». А тут ещё особенно необычное «очень-очень». «Инсулит» — это даже более необычно, чем «бизарх». Дальше. Мы даже, кстати, видели рубрику «Инсулит» здесь в газете. Да, но вот, то есть, следующий момент. Когда-либо вы «prendre le temps» — это, то есть, никуда не торопиться и что-то делать. Как в английском тоже «take your time», да, то есть, никуда не торопись, бери своё время. То есть, брали ли вы когда-то своё время, чтобы внимательно, обсервая это внимательно, посмотреть монеты и купюры в вашем кошельке. И, посмотрев туда поближе, вы констатируете, что на обороте ценность написана цифрами. А вот это вот «euro» не берёт, не принимает эту «s». Таким образом, купюры обозначают 5 евро, 10 евро, 20 евро и так далее, ainsi de suite. Точно так же дело обстоит с монетами 2 евро. Однако, во времена франка монеты и купюры носили однозначно, без каких-либо сомнений, марку, вот эту вот отметку множественного числа. Нужда в одной форме, вот эта униформизация, я не знаю, есть такое слово в русском языке. Эта маленькая странность приходит в реальности от небольшой проблемы перевода. Никто иной, как Банк Французский, Банк Франции, объясняется об этом в брошюре, опубликованной в 2002 году и предназначенной Дестине... Ну, предназначенной переведём, потом вспомню ещё одно слово. Может быть, вы, кстати, мне вспомните, как Дестине ещё предназначенной. Моё предназначение. Дестине, да, это оно слово. Предназначенной для того, чтобы ответить на все вопросы, опросы, связанные с переходом к единой монете в Советском Союзе. К единообразиевой. Дальше. На купюрах и на монетах слово существительное евро не изменяется, потому что этот способ оплаты должен быть в обращении на всей территории 12 стран вот этого монетарного союза. Сегодня их насчитывается 19 государств, в которых правила множественного числа различаются, и поэтому не ставится ЭТС. Дальше. Кроме этого, это необходимость единообразия, которая также привела к тому, что мы приняли этот несклоняемый, неизменяемый способ на монеточках красненьких, на которых выгравировано 2 цента, 5 центов... 5 центов... Вторая проблема перевода появляется в этом вопросе. И на самом деле слово «цент» официальное под субдивизиум, официальное вот это под монетка разделения евро, которая... которая pose de dificulte... Вот не знаю, как по-русски перевести, хотя бы чтобы это было более-менее нормально, нормально, которая создала сложности французским властям. Как оправдывается, как утверждает эта Генеральная комиссия по терминологии и Национальный совет потребления, чтобы избежать вот этих аммонимов, которые будут смущать, которые будут мешать пониманию, вызывать трудности, доставлять трудности. Вуаля, Мария, спасибо. Которые доставляют трудности. Б2, вы должны мне помогать. И кто еще хорошо русский язык знает, это хорошо переводит. У меня перевод вообще... Стараюсь, стараюсь. Собралась. Понимание, которое... Жене, ла компрессион, то есть, которое мешает пониманию и таким образом еще и употреблению удобному монеты, термин centime должен быть использован во Франции, уточняет Банк Франции. И теперь я сейчас все это скажу более-менее нормальным языком, как я это не сейчас перевела. То есть слово cent во французском еще и сто. И объясняется в этой брошюре, которая у нас называется... О которой выше говорится в первом параграфе. Они решили придумать другое слово, которое будет centime, чтобы люди не путались, во-первых. А во-вторых, тогда больше будет это слово использоваться. Потому что если человеку сложно как-то в языке коммуницировать, одно и то же слово, какие-то вообще разные понятия обозначают, ну, причем в контексте денег, да, cent и centime. Cent, это тоже может быть, в принципе, тоже к деньгам относиться. Поэтому они решили изобрести вот это слово centime, но оно используется только во Франции. А в других странах это будет cent, к примеру. То есть евро – общее слово, а уже проценты, они придумали новое слово. Вот, вот, супер. Пensez-y la prochaine fois, подумайте об этом в следующий раз, когда вы будете reporter mon temps. Они же пользуются чековыми книжками. Вообще очень много людей пользуются чековыми книжками. И когда вы... В чековой книжке нужно написать прописными буквами сумму. Ну, у нас тоже, если на каких-то документах пишется. Так подумайте об этом в следующий раз, когда вы будете переносить сумму вашей покупки прописными вот этими буковками на чек. Перевела. Вы это выдержали, и я это выдержала. Теперь будем смотреть с вами грамматику. Voilà. Смотрите, первое. Pour que ce mode de paiement. Мне здесь интересует вот это pour que, для того, чтобы. Для того, чтобы вот это pour que. И дальше во втором предложении, в предаточном, у вас всегда будет субженктив. Давайте придумаем какие-то примеры. А вы придумаете дома самостоятельно свои примеры. Например, Кстати, вот, пока я вам объясняла. Вы сейчас создаёте примеры, но у вас должно быть подлежащее в двух примерах разное. То есть я не могу про себя сказать, например, Когда «je» и «je» в двух фразах, лучше сказать «pour perdre de kilo». А, например, «je suis venue pour que tu puisses me parler». Я приехала, чтобы ты смог со мной поговорить. Например, «je achete la télé pour que ma mère puisse la regarder». Я купила телевизор, чтобы моя мама смогла его смотреть. Или, например, «je cuisine pour que mon chien n'est pas faim». Я приготовила есть, чтобы моя собака не была голодная. Понятно? То есть запомните, разные подлежащие. Вы что-то сделали, чтобы другой кто-то сделал ещё что-то. Это понятно? Если у вас уровень меньше, чем B1-1, то это будет труднее понять, потому что субженктив мы ещё пока не изучаем. Вот на уровне А2, может быть, встречаем, но прям, чтобы изучать-изучать, это трудно. Если вас интересует эта тема, у нас есть грамматический... Называется грамматический курс, по-моему. Что-то такое. В плейлистах в Ютьюбе. И там целых 10 видео по субженктиву, если прям совсем не терпится. Voilà. Mais bon, on y va. Дальше. Dans l'ensemble, dans l'Union européenne. Обычно, например, я могу сказать en Union européenne. Это как будто бы я живу, например, в Европейском Союзе. Но когда употребляют dans le centre-ville, dans l'ensemble, dans l'Union européenne, о каких-то географических таких моментах, как будто бы какие-то вот такие прям высокие стены построены, и я вот по этому периметру передвигаюсь, но за его рамки не выхожу. Прямо вот в... Я живу в центре города. Я в Европейском Союзе. И тут как раз-таки речь была, что только в Европейском Союзе у нас циркулирует эта монета, да, в обращении. Bon. Voilà, genial. Ensuite, en revanche, мы с вами уже видели, что-то... Чего-то не хватает, а во втором идет вот небольшое такое смягчение. Например, я не купила огурцов, en revanche, j'ai acheté de tomate. Ну, конечно, это немножко такой высокий слог про томаты и огурцы. Вряд ли кто-то будет en revanche. Ну, то есть аргументы какие-то. Я, например, покупку какую-то, если дискутировать, обсуждать, то, например, мы не стали покупать это и это, а en revanche купили что-то другое. Может быть, вот это, что-то побольше, машину или дом и так далее. Тут уже, может быть, как-то сработать. En revanche. Посмотрите примеры в Твиттере, чтобы у вас все это закрепилось и прям припишите себе. Ensuite, les billets n'importe aucune trace. Отрицание ne aucun ou ne aucune. Двойное отрицание. Pas нам уже не нужно, потому что в этом слове aucun уже спряталось отрицание. Никакое. Зачем нам pas уже не нужно. И еще aucun и aucune. Aucun мужской, Aucun женский. Это легко запомнить, потому что там как бы артикль у нас. Aucun un. И всегда только в единственном числе. Напишите себе примеры. Я уже, по-моему, вчера или позавчера говорила, что у нас, например, они часто это употребляют в выражении понятия не имею. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Так. Надеюсь, если вдруг я быстро прямо говорю, останавливайте меня. Но, в принципе, меня можно потом перекрутить. Ensuite. Il est courant de очень распространено очень часто. Il est courant de. Il est courant de pensée. Очень часто люди думают. То есть безличное такое. Il est courant de acheter. Что-то часто покупают. И так далее. По поводу il est, кстати, конструкции. Вы можете увидеть эту конструкцию, а может il заменяться на c. C'est courant. Точно так же. Il est normal. C'est normal. Il est possible. C'est possible. C'est – это более разговорная часть. И вообще, в принципе, чаще говорят c'est. Тут это статья всё-таки в газете, в медиа, то поэтому они употребили il est, потому что всё-таки положение обязывает. А так, когда человек о чём-то говорил, он бы сказал c'est. Ensuite. Selon les situations. Я вас ознакомила с selon, и это было, например, selon cet article, согласно этой статье, selon cette étude, согласно этому исследованию. Здесь selon переводится как «в зависимости». Selon les situations. В зависимости от ситуации такое и такое бывает. Alors, j'espère, ça va. avoir tendance à иметь тенденцию к чему-то. Il a tendance à dire des bêtises. У него какая-то такая мания пошла, ну, не мания, то есть, чаще-части что-то происходит, все слова «тенденцию» понимают, потому что мы его не употребляем. Он всё чаще-чаще стал какие-то глупости творить, например. Il a tendance. Или в обществе какие-то бывают. On a tendance à passer plus de temps sur Internet, surtout pendant le confinement. Но мы сейчас, у нас тенденция проводить больше времени в интернете. Ну, сейчас, особенно в процессе самоизоляции, но, мне кажется, даже так, без этого всего. Хотя, наверное, мы все устанем уже от интернета, когда это всё закончится. Дальше. Secreire. Это глагол. Глагол возвратный. Я надеюсь, что вы все их видели и слышали, эти возвратные глаголы. Но, может быть, вы не слышали о том, что возвратных глаголов у нас четыре типа. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о том, что у нас четыре типа возвратных глаголов? Напишите, пожалуйста, слышал или не слышал, чтобы я понимала, а то если вы будете плюсы писать или минусы, я забуду, какой вопрос был. Почему мне это интересно? Потому что, если вы это себе усвоите, что у нас есть четыре вида возвратных глаголов, вам будет и по секунду и легче, там, есть согласование и какие-то моменты, и вам самим будет легче создавать эти глаголы. Если вам интересно, у нас также есть в разделе грамматика возвратные глаголы тема. Не слышали, да? Не слышали, напишите, что я вспомнила потом, когда буду смотреть ваши ответики. Так вот, у нас есть в разделе грамматика на YouTube эта информация, прям долгое видео, и если вы никогда об этом не слышали, оно, может быть, даже так вас немножко загрузит. Сейчас не буду рассказывать про все четыре типа, а вот только про этот один. Почему? Потому что это возвратный тип пассивную форму выражает. Что это значит? Ну, например, слово евро не пишется, разумеется же, оно не само пишется, правильно? Его пишут. И вот это вы можете, в принципе, из любого глагола практически сделать эту пассивную форму. Например, вы видите какое-то необычное блюдо, вы в Японии. Вот Наташа смотрела, и хорошо, да, то есть вот Александр тоже смотрел у нас на онлайн-курсе, я думаю. Вот. Посмотрите, если я не забуду, я скину сюда ссылочку на это все. Так вот, например, вы едите какое-то необычное блюдо, еще пока не едите, а хотите его есть, и вы скажете, например, как это естся? Или, например, мама может ребенку сказать, там, ребенок, ну, ребенок что-то не то сделал, она говорит, это не делается. Или вы, наверное, слышали все вопросы, например, как это произносится, как это пишется. Подумайте, какие еще варианты вы можете придумать с этим. Например, даже, опять же, вы купили какое-то платье или какую-то рубашку, она вот, видно, что ткань нежная достаточно, и вы можете спросить у продавца как это стирается. И, разумеется, к сожалению, оно не будет само стираться, его надо постирать. Так что, посмотрите это видео, и будет вам все понятно, но уже можете употреблять вообще возвратный глагол про все можно. Дальше. «Ан реалите» мне понравилось выражение «в реальности». «Ан реалите» мы так не раз говорим. На самом деле, в принципе, мы говорим, наверное, на самом деле. Но «ан реалите» мне даже нравится, как это звучит. «Ан свит, лоскё», «тогда как» переводится. Посмотрите в предложениях, посмотрите примеры, потому что мы имеем тенденцию к тому «on a la tendance», «on a tendance à dire quand». Когда мы переводим с русского, наверное, на французский, часто мои ученики заменяют там, где можно было прям красиво поставить «лоскё», ставят «ком». «Ком» вообще редко используется. Посмотрите в интернете, в примерах, вам прям действительно нужно вот это «лоскё» найти и 10 примерчиков написать, а может больше, прочитать, проанализировать, и вы тогда поймёте, в каких ситуациях оно употребляется. Но это если у вас уровень А2+. Дальше. «Rien de particulièrement insulit», что мне здесь нравится? Вот это «Rien de». Ничего особенно, особенно необычного. Почему? Потому что, как вы скажете, можете не говорить, вот подумайте, ничего страшного. Ничего, например, ничего страшного, ничего интересного. почему-то все забывают вот это «de». А нужно, потому что, если вы скажете «Rien bizarre», это будет «ничего странное». Чтобы сказать «strannego» «chego», нужно добавить «de». «Rien de bizarre», «Rien d'interessant», «Rien de», «Rien de», не знаю, сейчас сказать что, что-нибудь ещё. «Ничего вкусного», «Rien de bon», ничего вкусного там не было. «Rien de geno», ничего такого, что могло бы смутить. И то же самое, что-то интересное, напишите, пожалуйста, как нам сказать что-то интересное. Вот на этом примере что-то интересное, можете написать что-то странное, что-то, что-то вкусное. «Rien de graf» это было «ничего страшного», «Rien d'interessant», а именно «что-то», не «ничего», а «что-то». Послушайте. Что-то, любой примерчик, но вот именно мне нужно. как вы это напишите? «Rien d'interessant», «Rien de graf», «Rien de bon», «А что-то?» Никаких вариантов? «Rien d'argent», «Non, «Rien d'argent», ничего денег получил, ничего денег. Это не то, это не то. Подумайте, я вам потом, когда увижу ответы, вам расскажу об этом. Будет интрига, пока вы думаете. «Акель Кюшо», звали Наталья написала «Келькю шоза». «Экзактуемо», то есть, смотрите, вот берете слово, тут было «риен», «что-то», «а ничего», «ничего», «барно», «а что-то» это «келькю шоза». И то же самое, «ничего интересного», «риен d'interessant», «а что-то интересное», «келькю шоза», «д'interessant». И опять же, говорят «келькю шоза интереса». Нет, «келькю шоза д'interessant». Надеюсь, что это всем понятно. Так что. Ensuite, «observez», «prendre le temps» это выражение «что-то делать медленно», «что-то делать», не то, что прям медленно-медленно, а что-то делать, не торопясь именно. Мы делаем, то есть, акцент в этом не на медленности, а на том, что мы без суеты это выполняем. «Пар exemple, я пришла домой, решила убраться, я prends mon temps», то есть, никуда не тороплюсь, потихоньку делаю. Д'accord? И опять же, вы даёте, например, кому-то какое-то задание или работу, человек говорит, «когда тебе это нужно, чтобы я это выполнил?» А вы ему говорите, «ну-ну, prends ton temps», «бери твое время», дословно, то есть, не торопись, когда сделаешь, тогда сделаешь, у меня нет лимитов. Супер. Дальше, «observer», во-первых, значение, ну, в принципе, это, наверное, не очень сложно, это внимательно что-то рассматривать, а ещё у меня очень беспокоит произношение. Почему-то, я знаю почему, но всё равно, это французский язык, и вот это «сэ» читается как «сэ». «Observer», ни в коем случае не озвончайте её. Следующее выражение, «a ir regarder de plus près», смотреть на это поближе. Это просто вот как такую конструкцию, запомните и всегда её употребляйте. «A ir regarder de plus près». Точно так же, пятнадцатая, «ainsi, de suite», и так далее, и так, «ainsi», таким образом, «de suite», мы продолжаем. «Ansuite, il en va de même avec quelque chose». «I также обстоят дела sans». «I l'en va de même avec». И вы придумаете примеры. Про что-то вы рассказываете, про какую-то ситуацию, и потом говорит, и точно так же всё у нас и там, например. «Pourtant», слово, которое нам помогает, делайте позицию между двумя идеями. Например, «je beaucoup travaillé, j'ai fait du sport, j'ai encore quelque chose fait, pourtant, je ne suis pas fatigué, я не устала». Вот, когда одно противостоится другому. «Pourtant», употребляйте, это очень, мне кажется, красиво. Потому что, вообще, в русском языке мы говорим короткими фразами очень часто, и вот это, чтобы «однако», в то же время, у нас мало вот таких вот, во французском, называются «connecteurs logiques», вот этих коннекторов логических. И если мы научимся их употреблять, значит, нам и свои мысли как-то получится легче организовывать. Ой, Наталья, и для меня, я начала писать, и уже потом не могла остановиться, тридцать четыре вот этих выражений интересных. Мне нравится «belle et bien» выражение. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, как оно переводится. «Belle et bien», потому что его трудно запомнить, и сейчас вы пять секунд над ним будете думать, и, может быть, мы его как-то закрепим в голове. Вот. «Супер!» «Dites-moi, s'il vous plaît», как переводится «belle et bien», как вы думаете? Ну, если, в принципе, не слышали, никогда-то трудно как-то думать об этом. Allez-y, allez-y. «Belle et bien» Я вам сейчас скажу, потому что уже все равно немножко опоздание есть между моей записью и вашей. Это переводится как однозначно, без каких-либо сомнений, то есть нет других вариантов «belle et bien». Voilà. Вот. Вот весь из себя интересный вариант. Bon. Voilà. И дальше. «En besoin de...» «D'uniformité», «Nécessité d'uniformité» Это еще раз предлог. Вот это «de...» Помните? Еще раз. Ну, вы, наверное, забыть это невозможно. Что у нас, когда предлог «de», а дальше идет артикль партитивный, вот это «du là», «de» и так далее, то остается только «de». И, в принципе, «en besoin de l'uniformité», «en besoin de...» «de l'uniformité», «une nécessité de...» «de l'uniformité». И получилось, что осталось только вот это «de». «Venir de quelque chose», происходить из чего-то, иметь где-то происхождение, то есть «откуда ноги растут», вот это «venir de quelque chose». Наши фразы сейчас буду читать, вы это проследите. Ensuite, дальше, «un souci» это какая-то забота, проблема. И они могут спросить... Они, вот, кстати, слово «проблема» могут и не употреблять так часто. «Est-ce que tu as des soucis?» «У тебя есть какие-то заботы, проблемы?» «А тебе чем-то могу помочь?» Вот они это употребляют. Или, например, «pas de soucis». «Да нет, не волнуйся, не успокойся, я сам справлюсь». «pas de soucis». Выражение интересное. «Ce n'est autre que la banque de France?» И вот вы можете это выделить. «Ce n'est autre que никто другой как?» «Никто иной как?» И, то есть, «никто иной как банк Франции?» Дальше. «Etre destiné?» «Быть предназначенным для чего-то?» Или «для делания чего-то?» «Destiné a quelque chose?» Или «a faire quelque chose?» «Tut les interrogations?» Предлагательное «tut», которые у нас согласуются вроде числе, там дальше идут артикули, поэтому точно знаем, что это прилагательное. Дальше. Восьмое. «Etre lié à?» «Быть связанным с чем-то?» Почему написала? Потому что ни в коем случае нельзя говорить «avec». Мы с русского делаем кальку, что быть связанным с чем-то, а во французском «être lié à quelque chose?» Ensuite у нас «outre cette nécessité?» Кроме этой необходимости. «Привести к чему-то?» «Conduire à quelque chose?» «Conduire à infinitif?» «Adopter» — принять какой-то вид деятельности или, например, адаптироваться к чему-то. Там адаптировать что-то, например, под себя. «Au suite?» «Le second, le deuxième?» «Вы знаете ли разницу между le second и le deuxième?» Напишите, пожалуйста. «Знаю-не знаю», чтобы я поняла, на какой вопрос вы отвечаете. Я пока буду объяснять. Merci beaucoup, Дарья. «Le second?» Мне кажется, я вас сейчас перегружу. Мне прям страшно. Прям уже, мне кажется, слишком много. Просто всё было интересно, я не знала, что выбрать. Так вот, «le second» — это употребляется в значении второй, когда третьего нет. «Au deuxième?» это когда есть «troisième, quatrième и cinquième». «Даю примеры». То есть, например, оптимисты называют Вторую мировую войну «la second guerre mondiale». И, кстати, обратите внимание, то, как это произносится. «Zgonde», «le second». Там «g» даже какая-то, да? Не какая-то «g» почему-то звук. И «e» не произносится. Ну, конечно, есть те, которые «segonde» говорят, но вообще «zgonde». Так вот, «la second guerre mondiale» это значит, что в третьей не будет. Ещё, например, бывают такие домики, в которых только три этажа. И, наверное, все практически знают о том, что первый этаж на французском не считают. То есть, если вот второй этаж в русском, это на французском первый, потому что как бы только то, что настроено. Так вот, если в доме всего три этажа, а не вот этот третий этаж будут называть «sugonde». И человек, который слышит, что, например, я вам скажу, «jabito sugonde etage». И вы уже поймёте, что дом всего лишь трёхэтажный. Ну, в французском как бы двухэтажный первый не считается. То есть, нет больше этажей. А если человек говорит «jabit au deuxième этажа», то значит, и там ещё и третий, и четвёртый, и много этажей. Надеюсь, что понятно. Ensuite, «en la matière» выражение в этом вопросе, «an effet» на самом деле, причём «an effet» даже может служить как ответом. Кстати, можете послушать, я вам рекомендую смотреть разные фильмы, передачи, чтобы вы смотрели, как они реагируют. Французы через раз говорят «oui», а может быть, даже реже. Что это значит? Что у них есть очень много выражений того, как сказать «я согласен с тобой». Например, что-то вы рассказываете, и человек не будет, скорее всего, говорить «oui», как у нас иногда хочется нам так сказать. Он скажет «an effet», «c'est ça?». То есть, иногда они вообще не говорят «oui». И вот «an effet» тоже может быть «да, это так на самом деле есть», только «да» не говорят. «an effet» уже в этом в себе заключает. Дальше. «Sûrveunir» вдруг появится на поверхности. «Sûrveunir». И шестнадцатое, а на самом деле тридцать четвёртое, «pose de difficulté». Кстати, «difficulté» «s» на конце. Кстати, документ я переделаю, ошибка вот эта вот есть, вы его скачайте ещё раз, чтобы там было исправлено, или сами исправьте. «Pose de difficulté» это представлять проблемы кому-то, делать проблемы кому-то. И теперь вы, наверное, уже приутомились, напишите, утомились или нет, вы отдыхаете. Я желаю, чтобы все отдыхали, и чтобы вот никто не смотрел на статью. Я буду читать её, а вы мне потом напишите, как вы её поняли, на сколько процентов. У него, начинаем. «Акъюль, экономия». «Акъюль» 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 » «Акъюль» 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 не совсем, наверное, употреблять хорошо, но, по крайней мере, познакомиться с ними можно. А если уровень B2, там мало будет грамматики, то есть повторение может быть, а иногда даже не повторение, просто человек, который нас смотрит, будет пропускать. Так что вот такое на французском есть слово «veur», «éventail», «éventail de règles de grammaire et de remarque», то есть вот такой веер вот этих вот грамматических правил и моих комментариев позволяет сделать так более-менее, чтобы каждый, который смотрит наше занятие, смог найти для себя что-то полезное. Разумеется, вы просто не обращайте внимания на некоторые вещи, которые уже не входят в голову и пока вот рано, значит, им. Ибья, 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 значит, мы с вами отработали наш дополнительный цикл, мы заканчиваем его, потом посмотрим, будем ли продолжать. На следующей неделе цикла не будет. Пишите ваши комментарии, отзывы на страничке обязательно «Франкотеки» и на нашей страничке в разделе «Отзывы», будем делать какие-то анализы, да, смотрите, повторяйте все, что было, что было интересного, что вам еще интересного рассказать. Да, видео у нас много на странице YouTube, так что можно там, в принципе, не скучать. Если вдруг интересно, у нас курс перевода стартует завтра, по-моему, то есть можете тоже для, но он платный, посмотреть, это для тех, кто хочет вдруг работать как синхронный переводчик с Натальей Ливандовской. Потом на следующей неделе с Натальей Ливандовской будут бесплатные занятия. Забыла, как же, что это. В общем, там будет как разговорный клуб. Будет интересно, мы скоро дадим анонс. Вы подписывайтесь тоже, смотрите на страницу, на нашу. Что вам еще интересно сказать на прощание. В общем, следите за новостями. Будет очень много интересных мероприятий. И по новым курсам вам, наверное, расскажет франкотека. И, да, кстати, да, забыла. Напишите, пожалуйста, сколько понимания текста у вас в начале и в конце через дробь, чтобы мы... Вижу, что... Елена мне напомнила, что вот 30, 60, 80, 100. Валя! 50, 95 у Стеллы. Если найдутся силы, продолжайте. Но это действительно, это час до работы, час сейчас. И потом еще все это немножко оформить. И еще это несколько людей делает. Мы будем искать себе силы. Пар Горького. Спасибо, Наталья. Пар Горького у нас будет в это воскресенье в 16.00 по Москве в прямом эфире на канале YouTube. Да, так, merci, проценты, проценты, пардон, проценты пишем. Анна, 20, 60. Наталья, 80 и 1000. Алиса, 80, 100, супер, супер. Наталья, 70, получилось, а было 30, супер. Ну, слушайте, замечательный результат. В общем, не могу все с вами расстаться, но надо. До скорого. Ждем ваших комментариев, отзывов и делитесь информацией о нас. Ставьте лайки и подписывайтесь на все, что можно. До скорого. Au revoir. Продолжение следует...